Здравствуйте, уважаемые зрители Первого медицинского канала. Сегодня в нашем цикле передач, посвященных COVID-19 и связанной с этим заболеванием коронавирусной инфекцией, речь пойдет об иммунологических аспектах, об иммунном ответе на заражение. С нами на связи заведующий лабораторией трансплантационной иммунологии Национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава России Григорий Ефимов, под руководством которого совместно с Институтом молекулярной биологии РАН был разработан один из первых зарегистрированных у нас тестов на определение антител коронавируса SARS-CoV-2. Это метод определения иммуноглобулинов G, основанный на иммуноферментном анализе SARS-CoV-2, IgG и FHA. Здравствуйте, Григорий. Спасибо, что подключились к нам. Добрый день. Вам спасибо за приглашение. Опишите, пожалуйста, коротко формы иммунного ответа на заражениях SARS-CoV-2. Хорошо, я постараюсь сделать это еще достаточно доступно. Есть более древняя часть нашей иммунной системы – это врожденный иммунитет. Это те клетки, которые первыми реагируют на инфекцию. И они обладают тем преимуществом, что они это могут делать достаточно быстро, но они зато обладают тем недостатком, что они не формируют аналогические памяти. То есть они каждый раз заново бросаются в бой. Это такие клетки, как макрофаги, моноциты, нейкрофилы, которые пытаются победить вирус. Если этого окажется недостаточно, как правило, в случае с такими парадигурными вирусными инфекциями, как SARS-CoV-2, этого недостаточно, ну или доза вируса оказалась большей, чем смогли клетки врожденные иммунной системы победить самостоятельно, то подключается уже адаптивный иммунитет. Это лимфоциты, это как B-лимфоциты, функция которых вырабатывать антитела, они впоследствии превращаются в такие фабрики антител, пазматические клетки, так и T-лимфоциты. T-лимфоциты, они тоже делятся на несколько категорий, они, с одной стороны, помогают B-лимфоцитам понять, что то, что они распознали, является действительно потенциально опасным, что это не что-то свое, чтобы, не дай бог, не возник аутоиммунный ответ. А с другой стороны, есть T-лимфоциты, которые называются киллеры или убийцы, которые обладают способностью распознавать зараженные вирусы клетки и убивать их, предусвращая тем самым на работу огромного количества вирусных частиц. Вот такой краткий рецепт в гуманологии. Давайте теперь к вашему, собственно, тесту, которым люди пользуются, и я пользовалась в частности. Он показывает наличие специфических антител, свидетельствующих о факте встречи организма с этим коронавирусом, и способных связываться с критически... Я правильно понимаю, что ваш тест способен связываться с критически важным участком шипового белка вируса, так называемым RBD, рецептор-байндинг-домейн, или более широко, по части специфичности вашего теста, пожалуйста, скажите. Да, все совершенно верно излагается. Я только сейчас сделаю небольшую ремарку, что вообще-то наша лаборатория занимается скорее Т-лимфоцитами, чем Б-лимфоцитами. И действительно мы в сотрудничестве с Институтом молекулярной биологии весной, в конце апреля зарегистрировали уже, разработали раньше, зарегистрировали один из первых в России тестов на антитела. Но вообще антитела для нас не главный фокус. И с тех пор мы усердно занимались Т-клеточным ответом на коронавирус. И вот он в некотором смысле сложнее, чем Б-клеточный ответ. И в ближайшее время у нас начинаются клинические испытания уже тестов на Т-клеточный иммунитет. Поэтому я с удовольствием отвечу на вопросы, посвященные тесту на антитела. Но имейте в виду, что это не главная наша специализация. Вот у меня, да, главные вопросы-то были как раз по Т-клеточным делам. Потому что только что вышла статья в вашей лаборатории, в журнале Immunity. И ее выводы представляются чрезвычайно важными для сегодняшней интерпретации тестов, связанных с иммунитетом. Потому что, ну вот обозначьте основные положения. И я вам скажу просто, почему мне это кажется важным. Потому что я знаю, просто лично знаю людей, которые переболели, серьезно переболели. Но, правда, у них сопутствующие очень серьезные, связанные с иммунной системой заболевания. У них нет антител, но какие-то там чахленькие вроде Т-клетки памяти. Т-клеточный ответ есть. Пожалуйста, не буду я забегать вперед. Вы расскажите об этой работе. Что вы обнаружили? В этой работе это такой наш первый, первое законченное исследование Т-клеточного. Ну, не только Т-клеточного. Там есть часть, посвященная антителам, вообще иммунного ответа на COVID-19. Мы набирали когорту людей, которые в России, в Москве в первой волне заболели. Это было весной. И смотрели у них с одной стороны оценивали уровни антител, а с другой стороны анализировали, есть ли у них специфические длимфоциты, которые распознают антигены коронавируса, и какие это антигены, и какие конкретно фрагменты этих антигенов. То, что мы обнаружили вкратце. Что, во-первых, действительно, кроме антистильного ответа, есть и Т-клеточный ответ на этот вирус. Т-клеточный ответ существенно различается между людьми. Есть люди, у которых распознается несколько антигенов, есть люди, у которых распознается один или два. Мы смотрели именно ответ Т-клеточный только на структурные длимфоциты коронавируса, но, как мы потом узнали из других исследований, это наиболее как раз иммуногенные и есть части этого вируса. Еще интересное наблюдение, что есть люди, у которых... В нашем исследовании было всего два таких человека, но, тем не менее, зафиксировали этот факт, и впоследствии он был тоже многочисленным другим исследованием подтвержден, что есть люди, у которых нет антистил, но при этом есть Т-лимфоциты. То есть, вероятно, для этих людей достаточно было Т-лимфоциты для того, чтобы победить этот вирус, потому что специфические терапии от вируса не существуют. Если они выздоровели, то значит, они выздоровели благодаря своей иммунной системе. Еще одно интересное наблюдение заключается в том, что даже у людей, которые не болели, заведомо не могли болеть, например, люди, чьи образцы мы брали из биобанка, которые были собраны до начала пандемии, тем не менее, у некоторых из них есть Т-лимфоциты, которые распознают антигены, фрагменты нового для нас коронавируса. Это объясняется тем, что этот вирус, хоть и новый, но не абсолютно уникальный, у него есть родственники, какие-то другие коронавирусы, которые циркулируют постоянно в популяции, с которыми эти люди встречались, и их Т-лимфоциты, они как бы такой обладают перекрестной способностью распознавать и те, и другие антигены. Это называется перекрестный или кросс-реактивный иммунитет. А еще, кроме того, что мы изучали вообще именно ответ на антигены, то есть на конкретные белки коронавируса, мы попытались найти фрагменты этих белков, потому что Т-лимфоциты распознают не целый белок, а маленький короткий фрагмент. Почему такие фрагменты будут распознаваться у конкретного человека, зависит от того, какие гены, какие варианты генов иммунной системы есть у этого конкретного человека. Люди очень разные в этих генов иммунной системах, и мы обнаружили несколько таких фрагментов, которые довольно часто распознаются. То есть тот факт, что есть у человека Т-лимфоциты, который этот маленький короткий участок коронавируса распознает, он является довольно надежным индикатором того, что человек с этим переболел. Да, поскольку тогда выцинирования еще не было, то мы можем сказать, что значит встречался с вирусом, значит переболел. И, в общем, оттуда и родилась идея разработки такого деклеточного теста, который будет использовать панель таких коротких фрагментов в качестве того, чем стимулируются лимфоциты, и впоследствии, что мы можем детектировать их активацию. То есть сейчас вы этим занимаетесь, разработкой такого теста? Да, сейчас мы с одной стороны занимаемся разработкой такого теста. То есть тест существует у нас в лаборатории в качестве научного инструмента, но мы его хотим транслировать в клинику. Вот сейчас уже почти вплотную подошли к клиническим испытаниям и надеемся, что весной этот тест станет доступен желающим. С оговоркой, что тест значительно сложнее и дороже, чем тест антитела, поэтому цена на него будет значительно выше. Соответственно, нужно хорошо подумать, нужен ли он действительно перед тем, как бежать его делать. Ну, очевидно, если нет антител, наверное, нужен, да? По идее. Ну, я думаю, что он нужен в каких-то более сложных случаях, когда переболел человек и нет антител, но он хочет действительно подтвердить, что он болел именно этой инфекцией, когда это может быть важно для чего-то, или для оценки эффективности вакцинации у людей, тем более у людей с каким-то сопутствующими заболеваниями, кровотворной или иммунной системой, когда мы, врачи, до конца могут быть уверены, что вакцина должна была сработать, его также можно использовать. Ну, или для оценки того, как со временем напряженность в таком случае снижается. Может быть, если человек переболел в очень легкой форме, то, может быть, через какое-то время ему стоит идти вакцинироваться. Вот такой тест будет один из инструментов, который поможет ему ответить на этот вопрос. Есть ли, по вашим наблюдениям, корреляция между тяжестью заболевания и силой иммунного ответа? То есть, в упрощенной форме легкая форма заболевания – мало антител, средняя – больше, тяжелая, выжился – еще больше. Или все индивидуальные, предсказать силу сформировавшегося иммунитета невозможно. Наверное, при прочих равных, если здоровый человек в целом, здоровые люди сопоставляются? Или я фантазирую? Нет, вы совершенно правы. С одной стороны, действительно, все индивидуально. Люди очень сильно встречаются между собой и по силе антитильного, и по силе теклеточного ответа. Но, с другой стороны, есть статистически значимая корреляция с силой заболевания, да, именно по антитилам. Это связь прямая. Чем сильнее человек болел, тем больше у него уровень антитела после болезни. С Т-лимфоцитами немножко сложнее обстоят дела. В частности, вот люди, которые болели тяжело и госпитализированы, в некоторых исследованиях, мы это напрямую не исследовали, в некоторых исследованиях обратно корреляция, что у них Т-лимфоцитов меньше. Вопрос повторных заражений. Я знаю, что вы наблюдали за динамикой титра антитела у участников ваших исследований. Можно ли по каким-то особенностям результатов допустить, что кто-то из этих людей заразился повторно? Или все на уровне других? По работе никто не заразился пока повторно, но мы наблюдаем, что и другие исследователи наблюдают, что титра антитела снижается действительно со временем. Но это, в принципе, совершенно ожидаемо. А если повышается? Что-что? А если повышается, как было, например, в моем случае? Спустя 8 месяцев, я у вас сдавала, в мае у меня была единица на 12 800 титр, а когда в ноябре, к декабрю, было единица на почти 52 000. Такой был, по словам ваших сотрудников, уникальный случай. Да, действительно, это уникальный случай. Можно предположить, что мог быть контакт, если выраженного заболевания не было. Абсолютно совершенно. Можно предположить, что мог быть какой-то контакт. Титр антитела, в принципе, имеет право колебаться, но тут действительно степень выраженности довольно большая. Вы знаете, буквально в те же дни я прочитала статью, кажется, в одной из нью-йоркских больницах были на 100 людях получены результаты. У многих из них в желудочно-кишечном тракте были обнаружены фрагменты вируса. То есть в носоглотке, в носовой полости, в глотке уже не детектируется он. В желудочно-кишечном тракте было, даже в одном случае они электронную фотографию приложили к статье. Это был припринт, это еще не опубликовано, это припринт был в медархиве. Там прям цельный вирус с шипами, с короной был обнаружен тоже у человека. И они предполагают, что может быть вот такое вот присутствие даже фрагментов, может стимулировать выработку антитеп, потому что где-то там и Б-клетки, значит, вот наблюдалось увеличение Б-клеток, их активация. Но это очень ограниченное было исследование, там около сотни человек. Я просто подумала, может быть, у меня что-то такое было. Ну, то есть вы предполагаете какое-то хроническое носительство в течение… Такое носительство, которое, я не знаю, насколько хроническое, но долговременное, которое стимулирует выработку антитеп. Ну, это как идея, там как гипотеза высказывалась. Ну, тут как бы все может быть. И действительно были сообщения, что бирс выделяется из желудочно-кишечного тракта, то есть, что он, видимо, может заражать не только легочные петели, но и легочные петели ЖКТ, были сообщения про очень стяжное течение, несколько месяцев, но это были больные… Но это большие люди. …с ликозом, да, который иммунокимпрометировал на соответствующей терапии, поэтому… Это не самое очевидное объяснение. Ну да, ну, за неимением других. Мы коснулись слегка этого вопроса, сейчас я хочу его… Выше коснулись, хочу его развить. Можно ли по антителам в настоящее время определить, переболел человек или привился, и я подчеркну, привился теми вакцинами, которые используются сейчас? Из вашего ответа станет, наверное, ясно, почему это обстоятельство важно. Я просто хочу от вас услышать этот ответ. Вот человек… Я расскажу, откуда возник этот мой вопрос. Знакомый участвовал в клинических испытаниях «Спутника». Ничего не ощутил, антител через, там, я не знаю, три недели у него не было, и он решил, что он попал в группу плацебо. Недавно он обследовался, у него очень высокий тетр антител, болезни он не чувствовал, он не переносил. Ну и возник вот такой вот вопрос, поскольку вакцины, те, которые сейчас, тот же «Спутник», они нацелены на определенный, на один определенный белок, вот этот на С-белок, выяснить, переболел человек или вакцинировался сложно, и тогда он сдал на нуклеокапсидный белок, и его не обнаружили в какой-то лаборатории, из чего он заключил, что все-таки у него было не плацебо, а он оказался в группе вакцинированных. Просто поздно образовались антитела. Вот в этом направлении ведутся работы, вот в такой дифференциации, болел или не болел, вакцинировался, вот это просто интересно. Ну да, тут важно сказать, еще раз проговорить, что не все тесты в качестве антигена, то есть в качестве приманки для антител, которые не ловятся, используют один и тот же вирусный белок. Соответственно, если используется в тесте нуклеокапротеин, то люди, вакцинированные вакциной «Спутник», будут в этом тесте отрицательны, потому что «Спутники» в качестве антигена используются векопротеин С. Для того, чтобы понять человеку, вакцинирован он или попал в группу ПАЦЕБА, для «Спутника» нужно использовать тест, в котором он используется в качестве антигена гикопротеин С или рецептор, связывающий днем этого белка, вот как, например, в том тесте, который мы разработали. А если человек вакцинировался, а потом все-таки заболел, то тогда как раз у него могут появиться антитела и другие вирусные антигены, например, на нуклеопротеин. То же самое, можно сказать, и в отношении Т-клеточного теста. Мы в своем Т-клеточном тесте пытаемся разделить эти два ответа. С одной стороны, ответ на гикопротеин С, а с другой стороны, на все остальные антигены, для того, чтобы человек мог тоже дифференцировать. Этот Т-клеточный ответ, который он видит, это на вакцину, или это не только на вакцину. Да, это очень важно, потому что сейчас будут появляться уже и другие вакцины, основанные на, ну, пусть убитом, но все-таки целиковом, как говорится, вирусе, да, и там могут быть уже другие точки. Правильно? Да, но для них точно так же теоретически можно придумать решения, которые для Т-клеток в самом деле не встречаются. То есть для точности надежда на Т-клеточные тесты, правильно я понимаю? В любом случае дополнительный тест дает вам дополнительную информацию. Если какой-то спорный случай, то можно обратиться к этому дополнительному инструменту. Ну что же, Григорий, ваши исследования продолжаются. Мы желаем вам успехов, ждем новых публикаций, и, может быть, повторим наш сегодняшний опыт интервью. Будем следить за вашими работами. Спасибо вам большое, что присоединились. Всего доброго. До свидания. До свидания.